Слово «святая» означает «свет», и нимб из-за этого над головой рисуется. Что это не воображаемая вещь, это вещь реальная. То есть есть в разных культурах, традициях духовных, есть люди, которые связаны с Богом, как лампочка, подключенная к электрическому свету. Вокруг неё светло, означает тьма невежества и неплохой тяжёлой жизни рассеивается. Четвёртая стадия — это тьма жизни. Война — это тьма жизни. Там нет ничего хорошего. А третья стадия — злоба и ненависть — это тоже сумерки. В сумерках сознание человека спутано, он не может видеть ясно. Для того, чтобы видеть ясно, надо просиять изнутри. Означает иметь дело, близкие отношения, быть облаком защитным от беды, служить таким людям в своём сердце, стать ветром, напевая ваши песни, ваши молитвы. Свечой горить над книгой, которую вы написали, читать её с радостью в сердце. Или капелькой воды пролиться после вас, служить вашему делу. Другими словами, человек должен, когда совсем всё туго в жизни, он должен перестать уповать на то, когда в нашей стране будет всё хорошо. Когда будет, тогда будет. Что об этом думать? Нужно думать о том, чтобы сейчас быть счастливым. Почему жизнь подарила вот это время? Почему? Ведь это очень важно, понимаете, если вы это время пропустите, вы пропустите то, что никогда потом не сделаете. Именно сейчас человек должен учиться молиться, а не потом. Потому что, когда плохо, люди молятся естественно, а потом, когда хорошо, молиться себя не заставишь. Именно сейчас нужно вот это делать, нужно думать о святых людях, нужно в молитве изучать свою жизнь, свою судьбу. И именно сейчас нужно делать так, чтобы близкий человек уста покаивался от того, что вы создаёте духовную атмосферу в квартире. Мужчина успокаивает своей молитвой женщину, своей аскезой внутренней. Женщина успокаивает мужчину тем, что она создаёт атмосферу. Есть разные способы духовной жизни. Мужчина, мужская духовная жизнь означает погружение, аскеза. А женская духовная жизнь означает создание условий. Почему женщина так сильно беспокоится о том, чтобы был алтарь в доме? Для того, чтобы висели святые вокруг, для того, чтобы пища готовилась с молитвой, для того, чтобы она освещалась на алтаре. Почему женщинам это нравится делать? Потому что так женщина занимается духовной практикой. Это её природа. Она очищает всё вокруг, а мужчина должен очищать всё внутри. Ну а когда женщина очищает всё вокруг, она также очищает всё внутри при этом. Она говорит, перестань жить, как свинья. Вставай раньше, ложись раньше. Сама она при этом может поспать побольше. Но муж должен делать всё правильно. Так устроена женщина, она заботится о духовном счастье близких людей. И это хорошо. Я правильно всё говорю, девушки? Я про свою жену рассказываю. Я иногда голодный, захожу на кухню. Думаю, когда же она приготовит? Она чуть медленнее делает всё, чем хочется. Тоже женская природа, она более медленная, чем мужская. Но она потому что более обстоятельная такая. Надо всё красиво же сделать, правильно. Но это время уходит. Я когда на кухню захожу, она такая, говорит, что пришёл? Я для Бога готовлю. Иди, говорит, занимайся своим делом. Придёт время, покушаешь. Пища должна быть чистой. Означает, что не нужно, никто не должен с жадным взглядом на неё смотреть. Она для Бога готовит, для того, чтобы мужа накормить чистой, светлой пищей. Понимаете, вот какая философия. Частоты сознания должна быть у женщин. Если муж подружился с какой-то девушкой, ну, никакого секса, просто дружим. Она должна отшить эту подружку своей силой отношений. Женщина сильна в отношениях. Она должна найти такую подружку, которая бы ей сказала правильные слова. Была бы с ней близка. Она так, джигг, джигг, по телефонам. И нашла. Эта подружка приходит и говорит, с этим-то не дружи. Чё ты с ним дружишь? У неё жена есть. Не всё, отрезвела. Девушка перестала так делать. Понимаете, да? Есть женская деятельность, очищающая атмосферу. Женщина очищает всё вокруг. Поэтому она ходит на службы духовные, чтобы всё было правильно в жизни, хорошо. Мужчина не склонен ходить на духовные службы. Он взрывается изнутри. То есть он внутренней жизнью побеждает судьбу. А женщина внешней. Женщина ходит на службы духовные. Она одевается правильно. И важно выглядеть правильно. Важно готовить правильно, чтобы чистота в квартире была. Везде иконы весели. Звучала духовная музыка. Она создаёт правильную, чистую атмосферу, которая возбуждает душу в сердце и побеждает судьбу. Так действует женщина в квартире. Мужчина садится по утрам, у него другое действие. Он молится. Внутри себя побеждает судьбу. Женщина тоже должна молиться, но если она не создаст атмосферу, то она не сможет в молитве побеждать судьбу. Ей нужно, чтобы всё было чисто и хорошо вокруг. Понимаете? Теперь вопрос, кто должен начинать. Некоторые говорят, мужчина должен начинать. Что он сильнее. Некоторые говорят, женщина, потому что она чище. Начинать должен тот, кто первый начинает. Другими словами, тот, кто пришёл на лекции. Если вы чувствуете, что вам тяжело жить, у вас плохая работа, у вас плохая зарплата, если вы чувствуете, что у вас не хватает даже пищи нормальной, это значит только одно. Но у вас просто не хватает благочестия. Попытайтесь это понять. Благочестие — это такая энергия, которая приносит человеку в жизни хорошие знакомства в трудное время, чтобы устроиться на хорошую работу. Приносит человеку хорошее отношение, приносит человеку способность кушать простую пищу, радоваться ей, а не только очень пищи, очень ресторанной. Благочестие означает способность жить в простой квартире и радоваться ей, а не обязательно иметь какую-то большую. Благочестие означает радоваться простой зарплате, означает уметь верить в старших. Например, если человек любит людей, которые могут быть сильными, старшими, тогда он сам становится старше. Вот, например, как быстро стать богатым? Самый быстрый способ Феда описывает. Для этого нужно в молитве научиться видеть качество людей, которые управляют обществом и радоваться этим качествам. Вот когда человек властный, означает, что у него есть какие-то качества, которые делают его таким. Если человек этим качеством радуется, не завидует властному человеку, не завидует начальнику, не злиться на него, не завидует старшим, а служит им, радуется им, то тогда такой человек выделяется в коллективе немедленно. Немедленно. и старший начинает развивать этого человека, даёт ему нужное образование для того, чтобы поставить его выше других, потому что верных людей очень мало в этом мире. И когда человек способен быть верным или по-другому преданным, то тогда в этом случае он легко добивается успеха в жизни даже на фоне общих страданий. Только бунтари всегда мучаются. Услышали меня или нет? Вот эта преданность, она достигается с помощью служения Богу. Когда человек Богу служит или молится, он постепенно начинает видеть хорошие качества даже в тех людях, которые имеют больше плохих. Понятно, как можно полюбить моего начальника, Олег Геннадьевич от каком-то начальнике говорит, но он не видел нашего. Понимаете, когда человек имеет власть и силу, он всегда портится от этого. Но когда человек имеет власть и силу, то Бог ему дал это не случайно, не зря, а потому что у него есть соответствующие качества на это. И если ты эти качества увидел, он тоже увидит, что ты их видишь. У меня был такой случай. Один мой знакомый, он как бы очень высокое положение в обществе занимал одно время. Он был министром в России по определенной отрасли. И я с ним общался вот на тему развития личности, часто беседовал. И он, я видел, как он реагирует на все, что происходит. Один раз я увидел, я сидел в кабинете, увидел, как ему позвонил его начальник. Он встал. У него в глазах появилась абсолютно натуральная преданность. И он говорит, да, я вас слушаю, будет сделано, спасибо. Все понятно. Когда он сел, я говорю, откуда вы это взяли? Я очень редко видел у людей такое поведение. Он говорит, мне родители это привили с детства, такое уважение к старшим. Я очень уважаю своего отца, свою мать. Я в людях, вот когда ко мне заходит, я его сразу отправляю. Мне не надо даже его картилистику видеть. Человек хочет как бы получить какую-то должность. Он заходит ко мне, два слова, и все понятно. Не надо дальше картилистику человека. Просто видно по его поведению, по его вере, по тому, как он относится к тебе, уже видно будет, каким он этот человек помощником. И он сразу отшивает, до свидания. Поэтому у него, этого человека, очень сильная команда всегда. Потому что он выбирает только тех людей, которые уже развились. То есть благочестивых. А для того, чтобы их выбирать, надо самому развиться сначала. Потому что тот, кто не развился, он не видит развитых. Видите, есть легкий способ избавиться от трудностей жизни. Но кто из вас пойдет этим легким способом? Кто из вас реально готов увидеть хорошее в своем начальнике? Это очень серьезная аскеза. Кто готов? Ну вот, значит, вы и разобьетесь, пять человек, которые подняли руку. Но есть еще другие способы, как жить хорошо. Нужно просто принять то, что есть. Все. Знаете, если взять, 200 лет назад отмотать, здесь, прямо в Киеве, то люди, вот честно вам скажу, вы не поверите, они жили в основном в небольших домиках деревянненьких, а может быть даже глиняных, в которых была площадь, ну максимум 30-40 квадратов. И жили они большими семьями на этих 30-40 квадратах, по 10-15 человек семьи. Они были счастливы, что у них есть вот это жилье. Им хватало. Потому что была такая культура вокруг. Все так жили. И люди понимали, что так все, а так и надо жить. У них не было каких-то других потребностей. Но когда люди понимают, что жить надо по-другому, то есть, понимаете, мы говорим, это на уровне сознания все происходит. Тогда возникает боль. Почему у меня этого нет? Вот сколько нужно места, чтобы спать? не так много. Но, понимаете, да, о чем речь? Но эта речь означает годы труда. Это означает пахать, как и шаг. Или радоваться тому, что есть. Выбирайте два варианта. Но когда человек радуется тому, что есть, он также легко и добывает то, чего у него нет. Я объясняю. Тайну тайны. Сейчас вы услышите, как можно зарабатывать деньги. Как заработал деньги Рокфеллер. Тайна тайна. Слушайте, половина из вас не услышит. Слушайте, человек должен жить скромно. Первое правило. Второе правило. Никогда не брать деньги в долг. Потому что, когда берешь долг, ты отдаешь в два раза больше всегда. И больше того, отдаешь свои. Берешь-то чужие. Классно. Отдавать надо свои. Это больно. Когда человек берет ипотеку, он отдает в два-три раза больше потом. Понимаете? Зачем? Ты же это мог все заработать, все это. Просто немножко терпения. Да. Когда ты довольствуешься тем, что есть, ты умеешь терпеть. Ты просто потихонечку копишь жизнь. И потихонечку увеличивается. Когда пришло время, ты увеличиваешь свою жильплощадь настолько, насколько накопил. А чтобы копить правило, нужно вкладывать куда-то деньги, чтобы они не таяли. Сами по себе деньги же тают. То есть, ну, досмотреть, как это делать уже. Видите? Малыми-малыми крупицами человек постепенно быстро довольно копит себе деньги, если он живет скромно. Приходит время, у него увеличивается жилплощадь и так далее. Но многие из вас не услышали то, что я сказал. У вас другое мышление. Вы говорите, нет, Олег Геннадьевич, чтобы развить бизнес, нужно взять большие деньги. Да. Спасибо. Чтобы развить бизнес, надо взять большие деньги. И если повезет, то тогда все сразу станет много. Зачем мучиться? Объясняю. Ответ такой. Чтобы развить свою деятельность, богатство, человек должен иметь две вещи. Первая вещь — характер, соответствующий лидеру. А вторая вещь — людей, которые притянулись этим характером. И когда у тебя есть верные люди, которые могут быть хорошими специалистами, и хороший характер, который может удержать этих людей, тогда ты станешь богатым. А если ты возьмешь деньги, и у тебя не будет людей и характера, все эти деньги превратятся в твое рабство. Если не в тюрьму попадешь, так отделаешься нелегким испугом. Поэтому есть только один путь быть счастливым. Это благостная жизнь. Другого пути нет. Если человек начинает работать над собой, он лучше видит недостатки других, лучше общается, лучше себя ведет, поднимается в своем статусе в обществе. Его жизнь меняется, само собой, естественным образом. Появляется возможность сохранить семью, воспитывать своих детей, улучшать свою ситуацию в жизни, стать здоровым. Потому что люди страсти болеют воспалительными заболеваниями, потому что из-за того, что едят слишком острое, слишком соленое, слишком жареное, потому что они пищу используют для того, чтобы снять напряжение. Кроме того, люди страсти снимают на спережение курением и спиртным, которое тоже разрушает уже другой вид здоровья, от которого надо знать. Кроме ума, у человека есть также еще и разум. Разум — это инструмент для контроля судьбы и для победы над ней. Это то, что стоит над умом. Разум соткан из силы воли, веры, решимости, энтузиазма, ощущения чистоты. Разум соткан из знания, истинного знания, которое дает вдохновение. Иногда человек что-то почитал, говорит, я все знаю, курить вредное. Но при этом курит. Это значит, что у него нет знания в разуме, есть знания просто в уме. Когда приходит знание в разум, у него появляется вдохновение бросить. Знание рождает такое вдохновение. Знание — это функция разума. Так есть разум у человека. Когда человек выпивает, разум слабеет. Когда человек курит, разум слабеет. Когда человек изменяет, разум слабеет. Когда человек наедается на ночь и поздно встает, разум слабеет. Когда человек грустит, страдает, печалится, разум слабеет. Когда человек злится, разум теряется. Когда человек ненавидит кого-то, разум теряется. Когда человек проклинает, разум теряется. Когда человек оскорбляет старших, разум теряется. Когда человек живет в мести, разум теряется. Когда человек живет в зависти, разум теряется. Когда человек живет в лении, разум теряется. Когда человек живет в жадности и думает о своей мечте, разум теряется. Шесть врагов человека, разрушающих разум. Первый враг, вожделение, означает желать не свою жену, не своего мужа. Второй враг — жадность, означает хотеть больше, чем положено в жизни. Первый враг — вожделение, разрушает семейное счастье человека. Второй враг — жадность, разрушает покой. И нет нам покоя. Человеку надо много работать, бегать, потому что ему хочется больше, чем положено. Надо бежать, что-то делать, три работы, четыре работы, пять работ. Третий враг — гнев, разрушает добрую память о людях. Разгневался на кого-то, поднимите руку, у кого в жизни есть люди, у которых нет ничего хорошего. Вот нет ничего хорошего. Если у вас есть такие люди в жизни, значит вы на них разгневаетесь. Гнев разрушает добрую память, а значит и отношения. Что самое главное в жизни человека — отношения с людьми. Гнев разрушает эти отношения. Особенно гнев на старших. Разрушает веру в человек. Если человек гневается на старших в своей вере, тогда вера до свидания. К Богу дорога закрыта. Она только через старших идёт. Через видение чистоты в старших идёт дорога к Богу. Четвёртое — враг человека. Иллюзия. Иллюзия — это то, что пропагандируется средствами массовой информации. Хочешь жить в хорошей квартире — живи в ней. Хочешь получить хорошую машину — получи. Это иллюзия. Или это более тонкий вид иллюзии. Люди говорят, ну если бы не было кризиса, тогда бы ипотеку бы выплатил. Всё, Олег Геннадьевич, там загоняете. Так поймите, что в этом мире не бывает жизни без кризисов. Кризис — это просто обычное течение времени. Вы, допустим, говорите, если бы не было высокой волны, меня бы не смыло. Ну так высокая волна — это то, что всегда присуще морю. Иногда тихая волна, иногда высокая. Море не бывает всегда в штиле. Так точно действует время. Иногда кризиса, иногда нет. А в кризисе банки выигрывают, а люди проигрывают. Вот и вся система ипотеки. Иллюзия означает казино. Иллюзия означает компьютерные игры. А время до жизни идёт. Чем человек занимается, таким он и становится. Понимаете? Веды объясняют, что тонкое тело, психическое тело, оно называется также телом желаний. В зависимости от того, какие желания человек испытывает в своей жизни, такое тело в следующей жизни он и получает. Не буду дальше продолжать тему. Запредельная информация. Не буду рассказать. Но аналогии бывают. Бывают люди, которые становятся похожими на свинью. Человек говорит, ты как свинья живёт, посмотри на свою морду. Бывают люди, которые становятся похожими на козла. Козёл, а? Как же ты? Бывают люди, которые становятся упрямыми такими, как осёл. Ну ты как осёл вообще? Зачем люди обзываются животными друг к другу? Судьбы их тоже чем-то похожи. Чем-то похожи на судьбы людей. Подумайте об этом, поразмышляйте. Это запредельное знание, уже трудно понять. Нельзя об этом много говорить. Сразу возникают сомнения в разном адекватности лектора. Я на центральном телевидении в Киеве разок по вегетарианству передачу проводил. И мне ведущий говорит, Олег Геннадьевич, о чём угодно, о сале ни слова. О сале ни слова. Честно, так сказал. Нормально. Это энергия Венеры. Планета Венеры связана с благочестием людей, с чистотой. Люди любят чистоту, порядок. Они красивые по природе. Полненькие, чуть-чуть такие. Это Венера. То есть означает доброта, любовь, сострадание, сознание человека. Ну, это другая тема уже. Связь с планетами нашей жизни. На Украине много этой энергии. Люди добродушные по природе, такие мягкие, сердцем красивые. Немножко обидчивые. Пятый враг, ещё хуже. Это зависть. Когда, иногда проходишь мимо лавочки, на которой сидят люди из особой формы жизни. Особая форма жизни называется бабки. И про себя всё узнаёшь. Какие очки, какой нос, залысина, куда пошёл, зачем, в какой причине. И чтоб с тобой было, и чтоб с тобой не было. Это означает зависть. Зависть разрушает жизни человека. Когда человек кому-то завидует, это значит, он такого в жизни никогда не будет иметь. Ну, то есть зависть — это самопроклятие, будем так. Если ты завидуешь кому-то, значит, ты никогда таким не станешь. И противоположное чувство зависти — это служение человеку. Если кто-то лучше тебя, служи ему, и тогда ты станешь таким же, как он. И самое последнее, враг человека, который не спрашивает человека, вот все эти пять, они приходят по доброй воле. А шестой — это наказание. Называется безумие. Человек рожается психически больным или становится психически больным, или так в жизни его получается, что он теряет разум. Это значит, что шестой враг в его жизнь пришёл. Это очень жёсткий стиль судьбы. Четвёртая стадия влияния. Заметьте, все эти враги, они тоже по стадиям делятся. Самый обычный враг человека — это вожделение. Каждый день мы испытываем его. Если жадность погружается, человек уже переходит из обычной жизни. Эта жизнь уже становится тяжелее. Все нищие на дорогах, на улицах, попрошайки, все они поражены этим врагом. Подумайте, почему они так сильно просят. Третий враг — гнев. Переход со второй на третью стадию. Время вызывает в сердца гнев, когда это уже неблагоприятно для жизни людей. Иллюзия может привести к гибели. Люди могут жить в тех местах, где стреляют из иллюзий, думая, что со мной ничего не будет. Зависть приводит к четвёртой стадии. Человек хочет быть проклятым, проклятая проклинает сам себя, когда завидует другим. А когда человек попадает в психушку, тут уже комментариев нет. Жизнь на этом заканчивается. Или, по милости Бога, может продолжиться. Потому что от психушки вылечить может только молитва. Других способов нет. Итак, мы с вами немножечко говорим о влиянии судьбы, событий на нашу семью, на нашу жизнь, на отношения с близким человеком. Теперь ситуация. У меня вот как раз такая ситуация, что я нахожусь в такой ситуации, что мой близкий человек перестал меня любить из-за того, что всё плохо вокруг. Поднимите руку, у кого такая ситуация? Не так много, нормально. А кого вы сами перестали любить? Из-за того, что всё плохо? Может, это не актуальная тема? То есть вы... А? Я знаю, что легче становится. Я знаю, что легче становится. Но ещё не вторая стадия, ещё пока третья заканчивается. Ну, у меня нет плохих прогнозов для Украины. Нет плохих прогнозов. Я их все сказал в России на Новый год. Я не противопоставляю две страны сейчас. Я просто говорю о ходе времени. У вас всё будет лучше, но не так быстро, как катилось. Потихоньку, постепенно. Знаете, когда будут явные признаки улучшения вашей жизни экономической страны, я вам могу их рассказать. Когда... Два критерия улучшения экономики, стабилизации жизни в странах. Два критерия. Первый критерий. Люди устанут критиковать власть. Второй критерий. Власть устанет воровать. Когда увидите, что люди перестали, уже замучились менять власть, воевать, революции делать, люди замучились этим заниматься, а правители начали заботиться о людях, просто делать, выполнять свою роль, свою функцию. С этого момента начнется улучшение экономики. И эти два момента зависят только от одного фактора. Это количество Бога в вашем, лично в вашем сердце. Потому что веды говорят, что достаточно одного процента населения, улучшения духовности, одного процента населения, и вся экономическая ситуация страны стабилизируется. Один процент населения улучшает свои отношения с Богом, и вся страна процветает. Понимаете, такое сопоставление. Для того, чтобы страна деградировала, большинство людей должны жить неправильно. А для того, чтобы страна развивалась, всего один процент людей должны начать жить правильно. вот такое сопоставление. И этот процент вы, пришедшие на эту лекцию, не думайте, что кто-то другой должен быть этим процентом. Это вы должны научиться любить старших, это вы должны научиться любить святость, потому что, если ты не любишь старших, как ты Бога полюбишь? Он еще более старший. И он, кстати, делает гораздо больше вещей, которые нам не нравятся. Бог может забрать жизни, может посадить в тюрьму и так далее. Это все по воле Бога происходит. Давайте на него тоже поругаемся. Может, мы там тоже революцию сделаем? Нет? Какой России? Я говорю про Бога. Смешили все. Кроме России, есть еще духовный мир. Там нет страданий. Там Бог находится. Сознание человека может быть выше деления на нации. Любовь, она разделяет, убирает рамки. Человек может не чувствовать себя принадлежным, принадлежим к той или иной нации. Он может быть, чувствовать себя принадлежным к определенной культуре жизни людей. Сознание благости означает, что человек уважает именно качество личности, а не его национальную принадлежность. Или его веру. То же самое. Смотрите, сейчас три варианта отношения к вере. первое, фанатичная вера означает, люди нашей веры хорошие, все остальные отстой. Фанатичная вера рождает ненависть между верами и, в конце концов, то, что мы сейчас видим, убийство тех, кто другой веры. Понимаете, это тоже влияние времени на веру уже идет. Более развитые верующие люди, они видят в человеке веру, а не принадлежность к религии. Другими словами, они видят в человеке отношения с Богом его. Приведу такой пример. У меня в Казани была встреча с мусульманами, которые слушают мои лекции, они занимают высокое положение. Это наставники мусульманские. То есть мы с ними общались о Боге. Я потом пошел на службу, которую один из них проводил в своей мечети. Понимаете, мы с ними говорили о духовности человека, но я не мусульманин. И они меня воспринимали классно, с любовью, и я их так же. У меня нет претензий к людям другой веры. Не потому, что мне кирпич упал на гору, и я стал просветленным, а потому, что я это понял, что в каждой вере есть люди, которые имеют отношение с Богом, а есть люди, которые к ним стремятся. Тот человек, который имеет отношение с Богом, он начинает Бога в человеке чувствовать, означает, чувствует в человеке веру, а не его принадлежность к какой-то религии. Понимаете, о чем я сейчас говорю или нет, Бога в человеке начинает чувствовать, его присутствие означает, что его веру начинает чувствовать, его любовь к Богу, а не принадлежность к какой-то вере. И это стирает рамки между религиями. Это не означает, что можно сразу быть в 10 религиях. Нет, ты остаешься в своей, но при этом ты любишь всех, кто болится Богу в разных духовных традициях. Это второй уровень развития человека в вере. Второй уровень, понимаете, есть еще третий. Когда человек начинает видеть душу даже в животных, в растениях, он видит во всем присутствие Бога, везде в этой жизни, и он везде сияет и всегда. У него нет никаких противоречий, нет двойственности, он не делит мир на друзей и врагов. Даже самый поганый преступник, который погряз в крови, он в нем видит чистоту и душу такой человек. Но на второй стадии человек не может в преступнике видеть чистоту. Он только в чистых людях видит чистоту. А на первой стадии человек только в Боге чистоту видит и в своем старших, а больше нигде. Чувствуете разницу или нет? Это просто развитие личности. Но когда человек не имеет веры, он не может отделить себя от нации, от своей семьи, от своих детей, от своего народа, и поэтому он живет в конфликте со всем, что происходит в этом мире. Я при этом вам говорю не о том, что надо не защищать родину, понимаете? Я не об этом говорю. Как раз наоборот. Вот например в Ведах написано, что страна, которая усиливает себя, делает себя сильной, она больше увеличивает безопасности в этом мире, чем та, которая делает себя слабой. Потому что именно там, где слабые страны, появляется слабость в стране, там и наступают войны. Поэтому страна и люди, все, все жители страны должны сделать страну сильной. Означает крепкое правительство, крепкие отношения, вера в свой народ, означает вера в свою культуру, означает могущество, понимаете, могучная держава означает крепкие отношения, крепкий дух. И тогда наступает мир, никто на такую страну не будет нападать. Как на нее напасть? Понимаете, о чем я говорю? Это не противоречит знаниям духовным. Само устройство общества не противоречит, а наоборот вытекает из них. Но вера в свою страну стоит ниже веры Бога. И когда человек верит Богу, он с одной стороны хочет, чтобы его страна была сильной, а с другой стороны он искренне любит всех людей на земле, независимо в какой стране они живут. Особенно если эти люди сами строят отношения с Богом. Вот то, что я сейчас сказал, вызывает противоречие уже в мах некоторых. Думаю, как это можно соединить все. Можно, если захотеть развиваться как личность. Итак, тема неактуальна у вас, что ли? Неактуально, что события трудности жизни в стране разрушают семью. Неактуальна тема? Если актуально, задавайте вопрос, потому что руки никто не поднял. Если у вас такая ситуация, задавайте вопрос. Если нет, будем говорить о чем-то другом. за ребре метро? Нет вопросов? Видите, я не попал, значит. Есть один. Ну, хорошо, спрашивайте. Супер, отлично. Вот смотрите, если одни родственники живут в России, другие на Украине, и русские ругают украинское правительство, а украинские ругают русское, да? Да. Слушайте внимательно, что делать. Нужно понять, что это сознание естественно для человека, потому что между двумя странами находится влияние времени. Вот, например, у кого сейчас остыло сердце к мужу, вот нет любви. еще. Нет любви к близкому человеку. Это влияние времени. Вы можете себе, вы должны понять сейчас, все, кто подняли руку, несколько вещей, просто чисто теоретически. Первая вещь, это не продлится вечно, потому что время потом поменяется, и к нему опять появится теплота, которая была раньше. Это первое, что надо знать, потому что такие люди, которые это испытали, думают, что теперь так всегда будет. Время портит мозги, оно заставляет так думать. Когда человек в нищете живет, он думает, ну все, теперь всегда так будет. Или он болеет, он на всю жизнь больной. Понимаете, так действует время, он не видит циклов, когда человек в страдании находится, в трудности какой-то, он не видит циклов ли они время. Первое, что надо знать, это не будет длиться вечно. Вот например, у вас еще полгода, а потом улучшение по вашей судьбе. Кто еще поднимал? А? А? Да, вот все, что угодно будет курить, все равно у вас потепление пойдет, так действует время. Дальше, у вас уже проходит, вы уже лучше чувствуете отношения, уже теплеет сердце по отношениям. Так или нет? Да, все уже идет к лучшему, но старой памятью живете. Дальше, кто поднял руку? А с кем? Так, с близким человеком, интересно. А что вы имеете ввиду под близким человеком? А, мама? Я понял. Да, с мамой, да? Нет, у вас еще будет длиться это, нарастает пока. Еще полтора года надо ждать. А у вас уже все прошло плохое. Вы старым живете, вы уже можете плавать отношения, время уже потеплело. А я, а мне, все закончили. Я просто эти примеры привожу для того, чтобы вы видели, что есть циклы. Я сейчас не буду всему залу объяснять, что у него-то. Как это, знаете, есть такой старый мультик про Бонифация в гостях у бабушки. Наберите в интернете, посмотрите. Там львенок приехал из цирка как бы домой отдохнуть от жонглирования. И одна обезьянка плакала, он ей показал, как жонглировать. А потом обезьянки его придушили, ему пришлось от бабушки убежать, чтобы отдохнуть в цирке. Его заставляли еще больше жонглировать. Я хочу продолжить лекцию. Простите. Итак, я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья.